Я верую во единого Бога Отца, всемогущего, ворца неба и земли и всего видимого. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного прежде всякого времени, как свет происходит от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного. Единосущного Отцу, через Которого все сотворено. Нас ради людей и ради нашего спасения и сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии и ставшего человеком, распятого за нас, припольте Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего, и воскресшего. Третий день, как было предсказано в Писании, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых. К Его Царству нет и не будет конца. И Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего, от Отца пришедшего, со Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков, воединую, святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую единокрещение, восставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь! 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 И Виакшунду, успел таки. Знаете ли, были препятствия, определенные к приезду, к сожалению, так получилось, что не смог приехать отец Иоанн наш, Артений, наш священник из Кишинева, который сейчас трудится в Украине и помогает мне здесь и в Киеве, и в Днепр-Держинске, на востоке Украины. И он намеревался тоже приехать, этот брат наш, но вот так получилось, что я приехал один. Но от него большой привет, и от всех наших батюшек, от всех наших матушек, вам большой привет. У нас вчера было епархиальное собрание, наши священники собирались сюда, и привет от нашей всей церкви, украинской реформаторской православной церкви, архиеписк, в которой я являюсь. И, дорогие друзья, братья и сестры, я скажу, что для меня это событие, посетить ваш город вновь. Вновь, почему? Потому что я однажды в вашем городе был, но был по другому поводу. И я не был проповедующим тогда, в тот день, я был немного в шоке от происшествия, которое было здесь, возле вашего города, точнее говорить, не в самом Королевце, а возле, там Лапшина есть такое, село или поселок, и ближе сюда, к Королевцу, там было ДТП, в которое я попал в 2003 году. Но Бог был милостив и ко мне, и к тому мальчику, подростку, не знаю, может быть, он даже здесь присутствует, если ты здесь, то я буду очень рад познакомиться с тобой. Я сбил парня на мотоцикле, он был, и он ехал с одного села в другое. Я потом приезжал сюда, был у следователя здесь в кабинете, писалось с моих слов все это происшествие. Ну и милиционеры, они видели место этого ДТП, значит, и, ну я о нем расскажу, наверное, чуть попозже еще. Знаете ли, и с тех пор прошло уже, ну, как бы много лет, с третьего года, уже 12-й год, 9 лет прошло. Но знаете ли, все это время я так время от времени вспоминал о вашем городе, хорошим словом, неплохим, хорошим словом, вспоминал, тогда капитан был милиции, сейчас, может, уже выше в звании, не знаю, Сергей Шкурак был, капитан милиции. Значит, с ним познакомился тогда еще с другими гаишниками, с моими тогда же следователем, СБУшники. Здесь были разные люди, были тогда с врачом скорой помощи, не помню, как его звали. Значит, тот хирург, что мальчик осматривал и был в шоке от того, что в течение 10-15 минут заросли все эти травмы, раны, что было совершенно, как немцы говорят, да, это фантастиш. Но врач скорой помощи сказал следователю, что это чернощина какая-то. Я не знаю, верит, насколько он Бога или не верит, но его комментарий был такой. Но мы знаем, что Бог наш, знаете ли, совершает великие чудеса и в наши дни. И знаете, друзья, как православный реформатор, конечно, как тот, кто посвятил свою жизнь именно вот этому служению Бога, данному, нести реформацию для православной церкви. И наша церковь потому так и называется, даже, знаете ли, именно в Украинской реформаторской православной церкви. То я, конечно, убежден, что в реформации нуждается не только православная динаминация, не только мы православно нуждаемся сегодня в реформации, но и так или иначе все тело Христово. Я рад тому, что собрались христиане с разных динаминаций, мне так сказали, с разных церквей. Это очень хорошо. Хорошо. Я очень люблю бывать в разных, знаете ли, церквях, в разных богослужениях принимать участие. Сегодня утром у нас немного затянулось там богослужения в Киеве. У нас было сегодня Евхаристия, причастие, хлебопреломление. У нас были гости сегодня, были священники, которые уже в этот момент уже находятся в других городах, уже разъехали все братья фактически. Мы не часто собираемся на такие епархиальные собрания, то есть на собрания священнослужителей нашей епархии, будем говорить, нашего объединения, проще говоря. Так вот, и мы совершали совместную литургию сегодня. Это такое служение, где совершается хлебопреломление, причастие. И это было на Харьковском шоссе, это одно из наших служений на левом берегу Киева проходит. И знаете ли, Бог благословил сегодня нас очень сильно. И я говорил как раз, перед тем, как мы совершали хлебопреломление, я говорил о том, что как проповедник и как молящийся потом за хлеб, вино, я говорил, что я люблю причащаться и у себя в церкви, и в гостях. Но особенно мне нравится, когда мы это совершаем совместно, христиане разных церквей. Мне это очень нравится, почему еще, наверное, и молитва, и хлебопреломление особенно совместное. Допустим, когда православные баптисты, писятики, харизмат, адвентисты, разные христиане, но те, кто любит Иисуса Христа, не по наружку, а по правдушному, те, кто на самом деле любит Иисуса Христа, потому что кто не любит Иисуса Христа, тот еще находится под проклятием, под анафимой. И лишь любовь Христа спасает нас на самом деле, и ни в ком он у меня спасения, кроме нашего Господа, Спасителя Иисуса. И, друзья мои, различные доктрины порой нас разъединяют, но есть тот, кто нас объединяет. И есть та любовь к нашему Спасителю, которая делает нас действительно братьями и сестрами, не по наружку, я говорю по правдушному, по-настоящему, истинно. И сам Иисус Христос сказал так, что потому, зная все, что вы мои ученики, что мы христиане настоящие, его ученики, последователи, если бы не иметь любовь между собою. И я думаю, это не только в рамках наших поместных церквей или наших деноминаций, я думаю, это немного шире. Дело в том, что в своей личной жизни я испытал много разных чудес, и самое потрясающее для меня чудо было в 1996 году. Когда из традиционализма к Евангелию, от традиции, от сектанства такого моего, от, знаете ли, моей религиозной ограниченности, к широте, к простору Слова Божьего, Слова Живого, Слова Евангельского. Я хочу прочесть сейчас из Слова Божьего несколько строк, друзья мои. Кто, наверное, знает, какой праздник сейчас продолжается в эти дни, он целую неделю идет по календарю православной церкви, Масленица, да, так в народе сейчас эту неделю называют, на самом деле Масленица, точно. Но вообще-то праздник в Сретене называется, Сретене, Сретене Господне. Я хочу об этом прочесть пару строк из Писания, из Евангелия от Луки, где как раз об этом и рассказывается событие. То есть, вот эту неделю, праздник Сретене, он идет целую неделю по традиции, очень давней, полутора тысячелетней традиции уже. Почему? Потому что есть некоторые темы, над которыми мы хотим больше размышлять, как бы углубляться в эту тему. Допустим, самое продолжительное время празднования – это праздник Пасхи. 40 дней в традиции православной церкви мы вспоминаем так или иначе о воскресении Христа, размышляем об этом, поем одни и те же песнопения, как бы, и это не надоедает, потому что Христос воскреши открывает Себя нам, слава Богу. И вот во второй главе Луки написано как раз о том, что в эти дни мы вспоминаем и о чем размышляем. Я хочу этим поделиться, о чем, о Сретене. Евангелие от Луки я читаю с 22 стиха. Как раз об этом рассказывается. Вначале говорится о Рождестве Христа, да? Мы знаем, что есть такая традиция вспоминать о рождении Иисуса Христа, о Рождестве Христово. У вас тоже, наверное, празднуют эти, конечно же, да? Голятки знаете? Голова рада стала, яка небывала, надверте погон зірка ясна, світло засяла. Надверте погон зірка ясна, світло засяла. Амінь. Слава Иисусу Христу, друзья мои. Христос народился. Амінь. Слави моего. Мне это нравится очень, я очень люблю это. Я впервые приехал в Украину именно как раз под Рождество. И я этого наслушался, и я очень обрадовался, и мне это очень понравилось. Скажу, и до сих пор я очень люблю это. Украина моя вторая родина. Духовная уже родина, моя первая родина Россия, вторая моя родина Украина. Здесь я как реформатор состоялся, как священнослужитель, реформатор. И знаете ли, друзья, на самом деле, я когда приехал в первую в Украину, это было как раз вот предрождественское, в Европе называют Christmas time, да, в Америке. Время Рождества, предрождественское время. Очень красиво. Я попал сразу в Западную Украину, и, конечно, я был в шоке, во Львове. И люди за место здрасте, знаете, что говорят? Слава Иисусу Христу. Я говорю, здрасте. Они мне говорят, батюшка идет, слава Иисусу Христу. Я говорю, здрасте. Одна бабушка меня пожалела, отвела меня в сторону. Батюшка, можно вас? Я говорю, я вижу, вы не местные. Как вы догадались? Она объяснила мне политику партии. Она по-хорошему, по-доброму рассказала мне, что батюшка, я вижу, вы приехали, как бы, ну, из Раши, одним словом. Приехали, и вы, как не знаете наших обычаев, нашим людям это очень неприятно слушать, что вы говорите. Здрасте. Вы отвечаете хоть что-нибудь, но только не здрасте. Я говорю, бабушка, а что надо говорить вообще-то? Ну, мне расскажите, я же готов учиться, я же люблю учиться. Она говорит, надо говорить, слава на вики Богу Святому. Или слава на вики Богу. Ну, ну, не здрасте. Поняли? Поняли. Спасибо, мама, говорю. Спасибо, что научили меня. Я, значит, я уже, я, шерая украинец, я уже, я говорю, слава на вики Богу. Вот, и две недели жил во Львове, и потом, выходя на улицу, я сразу здоровался со всеми, говорю, слава Иисусу Христу. Да, правда, когда в Киеве, приехал в Киев со Львова, и поздоровался так, на вокзале. Бабушки на меня смотрели, как будто я сам по Центавру, знаете. Я говорю, бабушки, а вы что, не с Украины? Как с Украины? Так вы что? Я и то знаю. Говорю, вот, что и передам вам. Я давай их учить. Бабушки, они там семечки там продавали, что-то еще там. Они смотрят, батюшка прямо с вагона их учит. Вы поняли, бабушки? Поняли. Давайте порепетируем еще раз. Слава Иисусу Христу. А не на вики слава Богу Святому. Молодцы. Вот пятерка вам за понимание ваше. Слава Богу. Но, конечно же, говорить хорошие слова, это прекрасные слова. Я считаю, самые лучшие слова. Я когда во Львове там был две недели, те первые, знаете ли, я думал, что я на небе или я на земле. То есть, у меня такое было чувство, что я на небесах. Думаю, здорово. Не может быть, чтобы было в городе даже, в городе такое место, где такой город, где бы люди за место здрасте утречком говорили друг другу слава Иисусу Христу. Думаю, не может быть, это что вообще, да что бы я так жил, как в Одессе говорят. Знаете ли, вообще, да что бы в наших городах, да что бы в Крыльевце так люди здоровались. Да вообще, думаю, это сказка. Мне это очень нравится. Но, конечно, я понимаю, что не все то золото, что блестит, не все то христианство, что называется христианством, и не везде слава Иисусу, где говорят слава Иисусу. Я понимаю, в общем-то, в Библии читаю, Иисус тоже говорил, что не всякий говорящий мне Господи, Господи, поэтому войдет царство, да, но исполняющий волю. И я понимаю, что человек, там, с сигаретой, там, с бутылкой, говорящий славу Иисусу, он славу Иисусу не воздает на самом-то деле. Он не имеет в виду реального Иисуса, живого Бога. Человек невозрожденный вообще, не то, что там с бутылкой, так грубо пример, но вообще невозрожденный человек, он не способен... Тот, кто еще идет в могилу, будем так говорить, да, он не может восславить Бога. Лишь живые могут прославить Его, лишь те, которые сами пережили, сами пережили в своей жизни воскресенье, сами пережили рождение свыше от Бога. Слава Иисусу, друзья мои. Так вот, и о Рождестве хорошо, красиво очень, рождественские гимны, вот эти калятки, эти прекрасные песни, да, красиво. Но, конечно же, хочется, чтобы не просто традиция была, а чтобы была жизнь действительно. Потом, 21 стих от Луки, 2 глава, там говорится об обрезании Иисуса Христа. А, у вас даже Иисус Христа, замечательно. Об обрезании Иисуса Христа, да, у нас еще в народе называют вассоля, да, праздник? Вассоля, но не вассоля обрезали, а Иисуса Христа, вообще-то. И, в общем-то, так по закону полагалось, Иисус родился не в украинской семье, да, и не в русской семье, не в американской, не какой-то еще, он родился в еврейской семье. И, как всех остальных еврейских мальчиков, его обрезали, как и полагалось тогда. Значит, сегодня мы празднуем, допустим, если обрезание, на Старый Новый год еще, мы называем это, 14 января, то, значит, мы, конечно, не обрезаем сегодня наших детей. Ну, в принципе, как бы это свобода воли, хочешь обрежь, хоть не обрежь, это, в принципе, твоя воля. Но, значит, это мы знаем сегодня, что не является чем-то приоритетом для нас, по крайней мере. Евреи-то не евреи, неважно. Сегодня обрезанием Христовым должно обрезаться нам, всем верующим, и евреям, и украинцам, и русским, всем, всем, всем. И с 22 стиха, дальше идет такой текст, написано, с 22 стиха Евангелие от Луки. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его, Иисуса, младенца, в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающего ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горвицы или двух птенцов-голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было сказано, предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господнем. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благоставил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь рабатого его, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои и спасение твое, которое ты угодовал предлецом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его делились сказанному о нем, и благоставил их Симеон, и сказал Марии, матерь его, «Сей лежит в сей нападении и на восстании многих в Израиле и в предмет привлекания, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышлением многих сердец». Тут была также Анна Прочица, дочь Фануйлова от Калинассирова, достигшей глубокой старости, прожившей с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедшей, славила Господа и говорила о нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Аминь». Друзья мои, вот такой текст, рассказывающий об этом событии, благоставение младенца Иисуса. Жертва полагалась, вообще-то в книге «Левит», здесь даже должна быть скосочка где-то перекрестная такая, 12 глава, да, книга «Левит», там говорится о том, что еврейская семья, где родился младенец мужского пола, мальчик родился, а они должны принести однолетнего Агнца. И это полагалось по закону. Вообще-то по тексту закона именно полагался Агнц. Но там написано было, поправка небольшая. В законе есть такие поправки некоторые. И там говорилось, что если семья бедна, ну, допустим, к примеру, бедная еврейская семья, не может позволить себе купить Агнца, принести его в жертву за мальчика, тогда они могут купить минимальную жертву, да, принести минимальную жертву голубя. То есть, если они в состоянии, нормальная семья, по благосостоянию материальному, то они приносят Агнца и голубя. А если у них проблема, если финансовая проблема, то они минимальную жертву, двух голубей. То есть, голуби и голубя. И за Иисуса не могли позволить себе родители принести жертву достойную. К сожалению, материально были не на высоте они тогда, значит, и по всей вероятности были серьезные проблемы финансовые у них. Потому как за первенца Иосиф не мог позволить себе даже положенную по закону жертву принести. Он был вынужден, и Мария, и Иосиф вынуждены были за младенца Иисуса принести минимальную жертву, которая полагалась для бедных людей. И это, как бы, проблема определенная, казалось бы. Но, с другой стороны, мы знаем, что Бог смотрит на сердце человеческое. Он смотрит, что Иосиф и Мария не от жадности своей принесли голубя. Не от того, что они, значит, на самом деле, как бы, имели возможность, но они не сделали так. Они были благочестивы и принесли жертву, которую могли себе позволить, реально, по доходам своим, реально. И они принесли минимальную самую жертву за младенца Иисуса. Иисус не родился в семье олигархов, Иисус не родился в семье царей, Иисус родился довольно в, ну, бедной семье, будем так говорить, ниже среднего, чуть ниже среднего, может быть, достатка. Вот, и это мы видим по жертве. Уж за первенца Иосиф мог бы, если имел бы возможность, деньги. Потому что в Талмуде говорилось, что даже если у отца, ну, например, семейства, да, родился первенец, и это его последнее сбережение, он должен купить агнца обязательно. Талмуд настаивает о том, что за первенца уж он должен выложить все последнее. Вот, правда, занимать запрещено было по закону, но по Талмудическому правилу занимать на такую жертву нельзя было деньги. Должно быть именно свое, заработанное, личное, сбереженное как-то. Но, видите ли, ну, мы знаем, что и брак их был, значит, такой чудесный, вообще сверхъестественный. Мария забеременела вообще не от него, мы знаем, да, все понимаем это прекрасно, а от Духа Святого. И, в общем-то, это не то, чтобы не планирована беременность, это была вообще сверхъестественная беременность вообще. Вот, может быть, если бы это было естественно от Иосифа, то уже они там сберегли бы к этому времени какие-то финансы бы определенные. А здесь было так, что, хотя с другой стороны, и принесли золото, ладно, смирно, куда они дели это все, тайно, мы не знаем. Может, они тут же пожертвовали, я не знаю, что там, может, их обобрали там хозяева гостиницы, мы не знаем, что было дальше вообще. Вот, значит, мы знаем лишь то, что мы знаем, что принесли минимальную жертву, но Бог смотрит на сердце человеческое. И Иисус, повзрослев, уже совершая служение проповедническое, Он однажды сидел возле жертвенника, Он видел, как люди жертвуют. И Он увидел, помните, да, ту бедную вдову, ту бедную женщину, которая лишь две лепты, ну, как две двиньи, допустим, она положила. И, казалось бы, по сравнению с другими всеми вот жертвующими, это было вообще, ну, мизер. Но Иисус сказал, Он кое-что заметил, да, Он сказал, что эта женщина в это не положила больше всех вообще. Она больше всех пожертвовала. Почему? Потому что другие бросали много, но они от избытка, и это не была жертва. Жертва это когда больно, да, когда это не больно, тогда это уже не жертва. Десятина это десятина, мы понимаем, да, а жертва это когда тебе больно, когда ты отрываешь, когда ощутимо, с мясом, вот это и жертва. Вот, когда это не больно, это не жертва. Это как вот, извиняюсь, в той притче, или как анекдот, в канонической притче, когда двое зашли помолиться в храм, значит, и один там, значит, олигарх молится Господь там благослови, вот танкер надо поменять, купить новый, да и нефтяные новые вышки поставить, и там что-то еще приобрести. И там подумал, что бы еще ему помолиться, попросить у Бога, задумался, вроде пауза образовалась такая, вроде нечего больше просить. Значит, а рядом видит какой-то стоит там непонятного, во что одет гражданин, и молится Господь, вот, помоги, благостри меня, вот, ну, нечего покушать мне сегодня даже, вот, и переночевать негде, как бы. Вот, и он достает там 100 баксов, дает ему, говорит, слушай, друг, не отвлекая Всевышнего под этим пустякам, вот, ну, как бы, понимаете ли, на самом-то деле у всех разные просьбы к Богу, да, и у всех разные прошения. И для кого-то 100 баксов это не жертва, да, совершенно, то есть ему не больно никак. Вот, жертва, когда он начинает уже болеть уже, когда ты понимаешь, что ты отрываешь от чего-то важного статьи бюджета. Ну, это, это, к слову, замечание, потому что этот праздник встретения, он учит, как раз, именно о жертве тоже, в числе прочего. И, знаете ли, доброхотно дающего любит Господь, доброхотно дающего любит Господь, поэтому очень важно, как ты даешь. Вот, Мария и Иосиф принесли от чистого сердца, вот, и Бог принял их жертву. Почему? Мы видим, что была дать Божья, была на младенце Иисусе, ты скажешь, это по умолчанию, само собой разумеется. Не все так в жизни по умолчанию бывает. Есть вещи, которые, небо приходит в действие, когда человек что-то предпринимает. Яков говорит, помните ли, не получайте, потому что не просите. Есть что-то, что земное и небесное связано, и наша жертва связана с небом, и небо приходит в действие. Из Библии очень много примеров. Друзья мои, братья, сестры, и, конечно, потрясающее откровение об Иисусе Христе есть как раз вот здесь, в этом тексте прощенном. 32 стих написано об Иисусе, что Он есть свет просвещения язычников и слава народа Твоего Израиля. Представляете, первая часть пророчества, она настолько, ну, понимаете ли, удивительна. Ведь Симеону было предсказано Духом Святым, что он видит Мессию, Христа Господня, да? Мы не знаем, как это произошло. Есть разные легенды, разные предположения, как это могло быть. Допустим, в православной традиции есть такая, как легенда, предание такое, что Иосиф был, поясняюсь, Симеон был один из переводчиков, допустим, Писание на греческий язык, значит, переводил. И якобы ему достался один из текстов именно Исаии, и он взял и захотел перевести, как он понял. Знаете ли, есть искушение у переводчиков, значит, даже Божье слово, но перевести так, как более понятно человеку, что ли, понятным ему, на его уровне. Но настоящий переводчик, он будет стараться именно вникать, что же Бог хотел сказать непосредственно. А там был следующий текст, который, думаю, всех христиане прекрасно знают. «Вся дева в очереде примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит с нами Бог». И это слово можно перевести в принципе еврейская не только дева, как девственница, но и молодая женщина, но тоже, в смысле, не познавшая мужа. Но он, поэтому, чтобы больше было похоже на естественное что-то, он написал, без сверхъестественного такого, да, он написал, что, хотел написать, что вот семь, молодая женщина забеременеет и родит сына. Это больше похоже было на правду, в его понимании. Но есть такая легенда, как предание, что мы не знаем, так это или не так, но мне очень нравится эта легенда красивая. Что ангел остановил его и сказал, что стоп, переводчик, не делай этого, переведи именно буквально, как именно ты читаешь на иврите, первое значение этого слова, не другие значения, а пиша первое значение, дева, девственница. Но, говорит, еще обрадовал его ангел такими словами, что вот ты не умрешь, пока не увидишь Христа, ты не увидишь все это исполнившимся. Возможно было так, а возможно было иначе, может быть это было по-другому, но мы знаем однозначно, что Дух Святой сказал Симеону, что он не умрет. Мы не знаем, сколько было ему лет, возможно это был очень старый дедушка уже, а возможно и не очень старый, мы не знаем. Но мы знаем одно, что он ждал Христа Господня, он ожидал Христа Господня, и он пришел не просто по традиции однажды в храм, а по вдохновению. Он не мог остаться у себя дома, он понимал, ему нужно сегодня быть все, кровь из носу, надо быть в храме, надо быть там. И он по вдохновению пришел, и он не ошибся. Дух Святой показал ему эту семью. И это не была царская семья, это не была богатая семья, даже не была средняя семья еврейская, среднего доставка. Он увидел семью небогатую, несшая двух голубей для жертвы, но он кое-что увидел. Он увидел младенца, дом, Мессию, о котором все пророки от Моисея до Малахи говорили, пророчествовали, которого ожидали все утешения, ожидавшие в Израиле, в Иерусалиме. И Анна, пророчица, она проповедовала, она говорила Слово Господне всем ожидающим Мессию Христа. Слава Иисусу Христу, друзья мои. Великая тайна, друзья, великая тайна. И размышлять об этом можно очень много. Я вот чем хотел, тем поделился сегодня с вами, знаете, из этого слова. Дальше вы сами размышляйте, думайте об этом, молитесь, и может Бог еще что-то вам откроет дополнительное об этом. Вообще, тема, она бездонная тема. На тебе, недели, конечно же, мало, но одно, как бы, радость, что каждый год мы вспоминаем эту тему и размышляем над ней. Потому что средение, это большая тема. Встреча. Встреча с Богом. Встреча Бога и человека. Как это происходит. И, опять-таки, и об Иисусе Христе. Как о Мессии настоящем. Которая есть свет к просвещению всех народов. Извечников. И слава народа твоего Израиля. Первая часть пророчества, она уже исполнилась, друзья мои, фактически. Фактически исполнилась. Сегодня трудно найти народ на нашей планете, который так или иначе не был просвещен Словом Божьим. Где бы, по крайней мере, не проповедано было Слово Господне. Сегодня, фактически, на всех языках мира Библия переведена. Либо частично, либо полностью. Сегодня проповедники трудятся. Легально, открыто или же нелегально, подпольно во всех народах нашей земли, фактически. И это одно из хороших знаменений последнего времени пришествия Иисуса, возвращения Иисуса Христа. Есть плохие пророчества о его возвращении. Ну, то есть, о плохих событиях пророчества, да? О войнах и прочее. А есть о хороших событиях, которые пред пришествием Христа должны исполниться. И одно из самых прекрасных, что должно исполниться пред его пришествием, что Евангелие Царства будут по всем народам проповеданы. По всем народам. И сегодня, друзья мои, мы ждем. Придет конец. Но если для неверующих это волосы наглавировать, или как там в Москве, там было, в московских мессомоле списал, интересно, опрос населения, что бы вы сделали, если бы завтра конец света объявили? Ну, доподлинно, все, точно. Ну, дальше не было. Точно, конец света. Светопредставление. Один мужик там ответил, как бы, репортерам, ящик водки и закройся себя в комнате. Интересный ответ такой, как бы. Если конец света, значит, надо уколоться и забыться, что называется. Напиться и мозги выключить. Но если для неверующих это отчаяние, это кризис, это все, да? Конец. Финитальная комедия, что называется. Но то для верующих это наоборот. Это наоборот, поднимите голову. Наоборот, Господь грядет. Наоборот, бризится избавление наше. Наоборот. У нас, как и странно, чем хуже, тем лучше. У христиан. Поэтому сто лет назад, знаете ли, один из лидеров евангельского пробуждения, Иван Степанович Проханов, писал так. Христианин, это ведь неисправимый оптимист. Знаете ли, христианин неисправимый оптимист. И хотя в миру говорят, что пессимист это информированный, хорошо оптимист. Но, знаете ли, христианский оптимизм, даже от большой информации, ну, конечно, бывает скорбь определенная, да, от познаний, но все равно не угаснет наш оптимизм. Даже от избытка информации. А если где-то оптимизм твой прикасает, значит у тебя не полная информация еще. Потому что вся информация истинная вся, она в слой Божьем. Она вся там, истинная информация о пришествии Иисуса Христа, о Его возвращении. Да. А то, что противоречит Слову Божьему и отвергает Слово Божье, это уже дезинформация, друзья мои. Это уже вражеская пропаганда. Здесь ухо востро надо держать. Мы знаем одно, что Господь грядет. Господь и Иисус не замедлят, Он придет. Ну, я, по крайней мере, в числе тех христиан, которые ожидают Его со дня на день, а то и раньше. Значит, уж лучше так, знаете ли, на чемоданах, чем вот так вот в потолок плевать и думать, а, с тех пор, как отцы умирали, так все и остается. Я знаю, что у тех вторых большие проблемы будут, когда Господь придет. Мы не знаем, когда Он вернется. Мы знаем одно, что Он придет. И нужно всегда быть в сборе. Нужно всегда иметь, знаете ли, как вот японцы, наученные Фукусимой и прочее, их чернобыльным, они сейчас там все проинструктивно укаживают свой чемоданчик. Как только, они, знаете, как собачки Павлова. Цунами, Фукусима, они сразу в чемоданчике и все, и тут же выходят. Все готово, все с собой. Там документы, самые необходимые для жизни, первые часы, первые дни. Так вот, и у нас должно быть все в сборе, все собрано. Потому что Иисус рассказывает о тех девах, то есть о тех христианах, которые, знаете ли, не взяли с собой масло. Или, а потом, после драки, кулаками не машут уже. Хорошо, друзья мои, братья и сестры. А чем хотел поделиться, кроме, как именно рассказав о Сретении Господнем, именно вот и о встрече младенца Христа и о том пророчестве, которое было сказано тогда. Друзья мои, еще хочу сказать о том, что Иисус Христос, Он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И Иисус Христос, Он сегодня тот же самый, что и в те далекие времена. Завтра и послезавтра я жду вас на семинар. Кто имеет возможность, пожалуйста, придите, не поленитесь, не пожалеете. Те, у кого не получается завтра быть и послезавтра, то у вас есть еще шанс посмотреть на видео. Будем стараться писать это все и оставим здесь записи, чтобы вы могли посмотреть. Но все-таки лучше вживую. Еще почему вживую? Потому что я хочу ответить на ваши вопросы. На ваши вопросы по истории христианства, о реформации, как православный священнослужитель, как реформатор православный. Хочу ответить на ваши вопросы и помолиться. Я думаю, что завтра и послезавтра мы помолимся еще за королевец, за район, как было сказано уже здесь в молитве, да, благоставение. Слава Богу. И я верю в силу молитв. Я верю в то, что мы не получаем, потому что не просим. А если просим, не получаем, значит и на добро просим, но мы будем напросить на добро. А как просить на добро и не ошибиться? Молиться потому, как Бог сам сказал. Вот тогда не ошибешься сто процентов, тогда яблочко будет. Тогда будет десяточку. Как молиться по Слову Божьему, друзья мои? Знать волю Божью надо и Слово Божьего. Допустим, будем молиться по такому тексту, который написан был апостолом Павлом к Тимофею, в первом послании его. Помните, да? Вторая глава. Он говорит, Бог не хочет смерти грешности. Он хочет, чтобы все люди спаслись, написано. И достигли познания истины. И будем молиться так, чтобы, на самом деле, чтобы Бога познание наполнила земля. Чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Друзья мои, и чтобы люди спаслись и чтобы люди достигли познания истины, как написано во второй главе, первой Тимофея, напоминаю, там четвертым стихом написано это. То в пятом стихе, дальше, ответ есть. Как Бог это все производит в действии. Как Бог эту волю свою, эту мечту свою осуществляет. Ибо, написано, или потому что, да? Ибо един Бог и един посредник. Между Богом и человеками. Человек Христос и Иисус. Дальше написано. Предавший себя для искупления всем. Вот это вы видите. Первая Тимофея 2.5, пожалуйста. Первая Тимофея 2.5. И, запомним это. Ибо един Бог и един посредник. Между Богом и человеками. Человек Христос и Иисус. Дальше сказано. Предавший себя для искупления всех. Первая Тимофея 2.5. И можно начало шестого даже стиха. Вот это 2.5. Хорошо. Отлично. Друзья мои. Вся Библия Нового Завета говорит нам об одном посредничестве Иисуса Христа. Об одном первосвященнике. Иисусе Христе. Входатай Нового Завета. Послание к евреям. Послание Павла. Другие послания. Знаете ли, слова самого Иисуса Христа в конце концов. Что Он есть сам, есть путь истинной жизни. Знаете ли, куда уж дальше. В деяниях апостолы очень смело утверждали. То, что нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Только Иисус Христос. Даже Мария, Матерь Иисуса Христа, который по пророчеству, исполнившемуся пророчеству, оружие прошло душу. Каково видеть сына опозоренным, осмеянным, избитым, обезображенным, на кресте пригвожденном. Быть возле креста, каково оружие прошло душу. Знаете ли, что еще скажу, возвращаясь к селетинью. Ведь пророчество прозвучало задолго до того, как это все произошло. Иисус был еще маленьким ребеночком совсем. Каково матери это было слышать. Представляете, если бы вы с родома только еще. Иисусу было так, ну, дней 40, допустим, да, полтора месяца, может быть. От роду вы еще только с родома с колясочкой вышли погулять. И вдруг, значит, подошел дедушка и говорит. Знаешь, мама дорогая, вот будет такой, такой, и ты будешь просто, тебе пройдет оружие душу. Вот, да, и самое интересное, это вот Богу было. Это не было там проклятием дедушки этого. И бабушка там подошедшая, это вот Анна, она не была там канатопской ведьмой там или кем-то еще. Это была пророчица. Они говорили, может быть, страшные вещи, да? Но пророки не всегда говорят только хорошо. Пророки, на то они и пророки, они говорят то, что Бог хочет. Они говорят то, что исполнится. И оказывается, даже если пророки говорят страшные вещи, это не для того, чтобы нам сделать больно. Ни в коем разе. Нет. Есть мысль, даже если Марии было непонятно многое, даже если другим людям было непонятно многое, то сегодня-то мы, конечно же, знаем план весь этот. Тогда людям не был известен этот план, знаете, до конца. Неведом этот был план. И когда Иисус проповедовал, допустим, уже и Марии, и братья, сестры, сомневались в Иисусе. И пришли забрать его, потому что слух уже пошел среди народа, что он одержимый уже. Ну, как бы, и не саморемен ли он вообще, значит, и вообще, значит, что, непонятно, что с ним. Пришел в свое село родное, в свой Назарет. Ну, Назарет это село, по сути, 300 человек, жителей взрослых, ну, по-нашему, это село. Вот, ну, в их масштабах это был город, вообще-то. Ну, хорошо, даже город, хорошо, значит, в свой родной Назарет пришел, где прожил почти всю свою жизнь. Это высоко в горах. Он был горцем, настоящим горцем. И он прожил всю жизнь в горах, работал с камнем, с деревом. И это не был, знаете ли, изнеженный на перинах сын царский, знаете ли, хочу там мороженое из дегтя, там, или что-то еще. Он не был, знаете ли, выхоренным таким, знаете ли, человеком. Но Иисус, судьба, казалось бы, такая, была, ну, не очень радужная. И, как бы, очень мало описаний вообще его жизни, вот, до 30-ти летнего возраста. Как будто до 30-ти у него ничего интересного в жизни вообще не было. Одни серые будни. Кроме того, случай, когда он один раз потерялся нечаянно в храме. Вот, как бы, значит, но дело в том, что был промысел Божий, великое Божье. Порой оно совершается в, по-человечески, невзрачном совершенно, да, в обыденном, в самом примитивном. Нам порой, особенно, как бы, порой наши вкусы испорчены телевидением, знаете ли, и мы представляем вот таких на белых коне, значит, там, и, значит, и, как бы, таких очень видных и прочее. Но даже христианские кинематографисты, извиняюсь, конечно, я сам люблю фильмы, сам люблю посмотреть, там, фильм Иисус тот же самый, допустим, да, там, значит, там, какие-то другие ленты о христе, хорошие есть ленты. Но и христианские тоже привирают, конечно же, и, притом, врут не меньше их нехристианских коллег. Вот, значит, к сожалению, если читаешь Евангелие, то видишь, что, ну, понятное дело, много несоответствий. Там кино смотришь, допустим, о, сразу видно, вот это Иисус, ну, знаете ли, за кого бы не принимать, ну, конечно, это Иисус. А в реальной, в реальной жизни было совсем не так вообще. Люди, много раз слышавшие его проповедь даже, не могли его определить вообще, кто он, где, нужно было хорошо проверенного человека, Иуду, чтобы он подошел и поцеловал, чтобы узнали точно, кого брать, чтобы не ошибиться. И по одежде, и внешне по манерам нельзя было отличить его от всех остальных. Он был настолько заурядным внешним человеком, не таким, знаете ли, красавцем спасителем, которого языческое воображение могло представлять себе или еврейское. Он был обычным человеком, совершенно обычным человеком, незапоминаемым. Знаете ли, как в мире спецслужб или криминальном мире обычно используются самые незапоминаемые личности для самых запоминаемых дел. Знаете ли, и потому что это считается залогом успеха, если человек максимально незаметен, максимально не привлекает внимание. Есть личности такие, есть лица такие, есть такой образ, типаж человека, это одна из лекций тоже, фактически в любой спецшколе, значит, спецслужб. Значит, или же, допустим, в криминальном мире, да, есть такой типаж, который используется очень, ну, на всю катушку, который незапоминаем вообще, фактически. Ты можешь увидеть его раз в десять в течение дня и так и не запомнить его. Это есть, есть такой типаж, есть такой сорт людей, порода такая из людей. Вот как бы другого увидел и сразу запомнил всю жизнь. А другого много раз увидел и не запомнишь вообще. Вот Иисус был вот в такой категории. Много раз его люди видели и не запоминали вообще. Он был настолько заурядным, типичным, ничем не, как растопов сухой земли вообще написано. Надо было лишь иметь Духа Святого, чтобы распознать его, или хорошего проплаченного предателя, чтобы точно знать, что это именно Он, именно Иисус. И знаете, друзья мои, поэтому то, что снимает кинематограф, конечно, и рисует на иконах, это все вранье, конечно, по большому счету. Наше человеческое представление. На самом деле Иисус был не такой. И даже самые страшные фильмы, вот снятый последний фильм страшный, это Мэла Гибсона, вот, «Страсти Христовы», да? Конечно, такой христианский ужасник, можно так назвать. Даже он не отразит всего того ужаса, что было на Голгофе на самом-то деле. Даже все его изощренно, там, жестокое, описанное, там, показанное, даже это не покажет всего того, что было там на Голгофе на самом-то деле. Друзья, мы знаем еще одну правду. Мы знаем, что на Христе было безображено больше всех людей. И не просто потому, что физически его избивали, да, это ужасно, но, знаете ли, есть и много других описаний, других обезображенных людей, не менее обезображенных. Позвольте, а в чем разница Иисуса и других обезображенных? Дело в том, что есть такое, что бывает такое, что живого места не осталось на человеке. Знаете ли, и в наши дни, не то чтобы тогда, и в наши дни, разве нет такого? Есть такое. Знаете ли, но в чем было безобразие Иисуса? В отличие от безобразия, и остальных обезображенных. Он был безобразнее всех. Он был обезображен грехом нашим. Все наше, наркомания, алкоголизм, блуд, вообще отчаяние. Люди порой не выдерживают своих проблем, ноши, да, этой времени, и просто там убивают себя, чтобы забыться, чтобы вообще не думать, чтобы не выдерживать этого стресса. Знаете ли, а это было на Иисусе. Грехи всех нас, только вдумайтесь, друзья, были на нем. И ранами его мы исцелили. Слава Иисусу. Слава Иисусу Христу. И даже воскрес, когда он был мастером конспирации. Даже когда воскрес. Он шел с двумя учениками, беседовал с ними. Но он так умело картавил. Я не думаю, что он притворялся специально. Но они не узнали его. Уж кажется, но уж они-то должны были узнать. Они так не узнали. Ну, он как бы и особо не выдавал себя, но уж как бы человек не выдавал, все равно можно его распознать, слушайте. Тем более, там такие вещи. Он их расспрашивал, о чем вы здесь говорите об этом? О чем, о чем? Ты что, не знаешь? Они стали ему рассказывать. Ему еще и рассказывать вообще. Вообще, знали бы несколько говорят вообще, конечно. А потом он даже не стал принуждать их ни к чему. Он просто как будто дальше пошел. И здесь у них совесть проснулась. Ну, слушай, дорогой, ну там уже темнеет, пошли домой. И вот, ну, вроде пошел, хорошо. Единственное, когда они узнали его, это когда он стал молиться. Когда преломил хлеб. Он сбросил всю конспирацию свою. Он показал свое лицо настоящее. Они узнали. Так только наши ученики молятся. Слава Богу. Удивительно. Друзья мои, как нам сегодня узнать Христа? Где он сегодня Христос? Какой он сегодня Христос? Друзья, он сегодня может прийти и в бедный дом. Он сегодня может прийти в богатый дом. Он может прийти сегодня к любому человеку. Как не пройти мимо Христа? Как увидеть его? Друзья, это удивительно. Ведь эта встреча, она меняет всю жизнь человека. Помним в деяниях, да? Саввел, гонитель церкви. Гонитель христиан. Инквизитор. Но когда он пережил встречу с живым Христом, это изменило его вообще. Кто ты, Господи? Я, это Иисус, которого ты гонишь. Представляете? Он гонял христиан, а Иисус говорит, меня гонит. Меня. Но Иисус видел в этом человеке много того, что не видели другие верующие. Даже тот христианин Анания, которому было откровение, да? Он засомневался. Даже с Богом было поспорил. Разве ты не знаешь Господь? Это же такой, такой... Знаете ли, ну там в гестапо, там где-то еще там работает. Вот еще, а Иисус знал его сердце. Представляете? Знал его нутро, что этот человек, он за имя Господня много еще пострадает еще вообще. И он много что напишет в конце концов. Слушайте, да? Вообще, слава Богу. Бог видит наши сердца. Бог видит каждого из нас. И встреча с Христом, она меняет всю жизнь. У кого какая была встреча, я не знаю. У нас ограничено по времени, конечно. Но, допустим, кто-то... Вот кто пришел к Богу, допустим, вот из присутствующих здесь в зале. Когда вы, допустим, тяжело болели, физически болели. Поднимите руки, пожалуйста. А кто пришел к Богу, допустим, когда... Допустим, болел кто-то в вашей семье. Болел. А кто пришел к Богу, допустим, когда... Ну, вам просто было хорошо, допустим. Просто было хорошо, и вас позвали, пригласили в церковь. Так вот, может быть, есть ли тоже? Да, есть. Вы знаете, вот, как бы, разные есть ситуации. Можно еще отписывать что-то, ну, вопросы задавать. Разные есть истории людей. Вот, у всех уникальная история какая-то своя есть. Я думаю, что многим верующим сейчас... Дай микрофон, и многие могут такие вещи рассказать, что заслушаемся мы. Нам до утра и времени не хватит. Но, я, значит, коль мне в микрофон попал сегодня, используя эту возможность, я немного расскажу о том, как у меня было. Я вкратце расскажу об этом, что 30 лет назад, чуть больше, было мое первое знакомство с Богом. Это самое незабываемое. Может быть, много встреч, и они, конечно же, есть в нашей жизни. Встреча с Богом, разная встреча. После первой встречи с Ним. Но первая встреча всегда незабываемая. Вот, верите в любовь с первого взгляда? Христиане верят точно. И не потому, что они верующие, а потому, что они знают, что это такое на самом деле, что это есть. Это не выдумки поэтов. Потому как не влюбиться в него невозможно. Вот, однажды и навсегда вообще. Это 100%. У всех по-разному это происходит, правда. Кто там, ну, в разных обстоятельствах жизни, как бы. У меня это было в тяжелых жизненных таких обстоятельствах. Я умирал. Я переживал смерть тогда от двусторонней пневмонии, воспалений легких. 13-летний паренек, который умирал, врачи не смогли сделать уже ничего. К сожалению, оказалось к счастью. Потому что Бог обратил это во благо все в моей жизни. Вот, короткий опыт смерти клинической для меня стал опытом жизни. Потому как я был перед Богом, видел свою жизнь, каялся в своих грехах. Это все было вот как раз в этот короткий промежуток вот этой моей смерти. А потом было чудо, возвращение в тело и в подарок. Знаете, как вот еще есть акция, да? Значит, что-то покупаете и что-то вам еще дарят еще, да? Вот у меня было прощение грехов и возможность жить еще. И еще в довесок, еще в нагрузку, как раньше говорили. Такое чудо. Полное исцеление, представляете? Я когда заполнил свое тело, а что такое умереть от того, что два легких, оба легких оттекли у тебя? Я был, как вот эта игрушка, знаете, вот свистящая. Нажимаешь, свистит. Вот я так свистел. Хрипел, оба легких оттекли. К сожалению, врач первый, который, он не определил, что там воспаление легких было. Так получилось. Может быть, не профессионализм, может быть, просто Бог закрыл глаза его, я не знаю. Но другой врач, когда уже пришел, уже было поздно. Он определил, и когда посмотрели, оба легких уже все, они оттекли. То есть, я, остались мне жить минуты. И моей маме, он сказал врачу, что это уже все. Значит, и как могли, маму утешили, папу утешали. И, знаете ли, у них был еще один сын, мой младший брат, он 72-го года, я 69-го, он 72-го года, и мы вместе росли. И, знаете ли, и все, казалось бы, да, жизнь окончена. Вот Сережа Рувлев и нет его. Сколько людей так умирают, слушайте, на земле? Вообще полно. Поэтому обычно люди так говорят, старые, да, что оттуда никто не возвращается. Но все-таки возвращаются. Все-таки то, что люди говорят, это не всегда правда. Вот перед вами один из тех, кто вернулся. Кому повезло? Просто повезло, слушай, счастливчик, в рубашке родился, не знаю как. Но просто Бог дал возможность жить еще раз. И я за то, очень Богу благодарен, конечно, за эти все 30 лет моей жизни. За то, что Он дал мне возможность не просто, знаете ли, прожить по-новой, а прожить уже по-другому совсем. Не так, как я раньше жил. Потому что я раньше жил, знаете ли, совершенно неправильно. Я не знал, что я неправильно жил. Дело в том, что моя семья была неверующей, к сожалению. Мама, папа были атеисты. И, к сожалению, были против Бога настроены даже. Даже так. И бабушка, дедушка наши тоже были атеистами и настроены против Бога. Один из дедушек наших был, значит, был полковником КВД еще до войны. То есть, как бы, старый такой, знаете ли, чекист, старый такой, как бы, вот, работник и атеист. Просто безбожник. Бабушка недавно только умерла, почти 100 лет прожила. Значит, пережила всех. И скажу, что она перед смертью покаялась-таки. Но она была такая железная бедя. Она говорила только лишь, что Ленин и Сталин были два нормальных в истории человека. А остальные все негодяи, как бы, в нашей истории. Ну, как бы, ее послушать, так вообще ничего нет нормального, кроме Ленина и Сталина. Вот, она такая была по жизни. Вот, но перед смертью она покаялась. Я за то очень Богу благодарен. Бог допустил, правда, такое небольшое ДТП, чтобы привести ее к покаянию. Ее сбила машина. Почти 100-летнюю бабушку сбивает машину. Представляете? Значит, слегка задела по касательной, но для старого человека, вы понимаете, что такое, да? Вот, она оказалась впервые в жизни на больничной койке. Она была очень здоровой женщиной всю свою жизнь и за 90-е. Но была такая, начали на своих двоих и сдавала жару всем. Строила всех там родственников. Ну, такая, знаете, она привыкла командовать. Она до войны еще была, это, в трибунале работала военным. Значит, она привыкла, что строила всегда. И бабушку все знали, все боялись ее, значит, но она была еще, бабушка, еще та, со связями. Значит, но знаете ли, что интересно? Как бы не то, что там плюшкой постучит, знаете ли, да? Там такая мафиозная бабушка, но это уже все, это уже в прошлом, слава Богу. Дело в том, что вот когда она оказалась в больнице, оказалась в постели и не могла уже там командовать, и вообще у нее и духу, и силы не было уже командовать, и вообще, как бы, и оно ей дышать уже не надо было. Ей куча проблем была со здоровьем. Бог смирил ее, оказывается, этим самым. Представляете? И когда я приехал к ней, она же умирала там у себя на роде, в Чебосарах, я сам родился тоже в Чебосарах, это Среднее Поволжье. И знаете ли, я приехал когда туда, то я, конечно, молился, я молился об этой встрече, молился о том, чтобы не просто мы увиделись, да? А чтобы была возможность говорить о Боге что-то. И второе, что, вообще, перед тем еще молился за годи, чтобы в моей семье никто не умирал, пока они не переживут покаяние. Я очень просил об этом. А у меня все были неверующие, правда, к сожалению, поэтому я очень просил об этом. И знаете ли, я здесь бабушка, и бабушка сказали, что, ну, очень плохая уже. Вот, и даже там что-то ударилось, и, значит, не узнает людей уже. Еще удар был головой еще, думаю, надо же, надо же. Я к тете, а тете говорит, какая там, какой разговор, она вообще, значит, ну, как бы, включается, но никого не узнает. Да, и вот, значит, и я подошел, и я имел возможность один быть на один с ней. Помолился, было чудо. Было чудо, она узнала меня, она включилась, узнала меня сразу, в первый раз, не ошиблась, меня именно, хотя много внуков, узнала меня именно. И я был без рясы тогда, значит, потом накинул уже, потом ряса уже, потом пришел. Интересно, но она знала, что я священник, конечно же, она это не одобряла всю жизнь, но здесь она, как бы, уже была рада, что внук пришел. И я, когда предложил молиться ей, молитвой покаяния, помолиться за нее и молитвой покаяния, она согласилась. Я внутри просто ликовал. Но я старался так не выдавать эту мою большую радость такую сейчас. И я рассказывал ей об Иисусе Христе, она смиренно так, знаете, вообще, как ягненочек просто. Так интересно, все слушала, все так принимает, значит, такая мягкая, пушистая такая. Никогда такой бабушки не видел. И она повторяла молитву покаяния, я молюсь за нее. Она плачет так вот, вообще так вот. Оказывается, милый человек, представляете? Вот. Так что в каждой железной лиге есть какой-то милый человек, ангелочек. Просто надо его, ну, желательно, не на молитву покаяния разбудить. Вот, а вообще-то есть. И Бог видит сердце каждого. Когда я молился молитву покаяния впервые в своей жизни, ну, это была бы экстремальная ситуация, момент смерти, мне казалось, я самый плохой мальчик, что хуже меня никого не было на земле вообще. Мне было 13 лет, у меня было понимание, что я просто очень плохой, мега плохой просто вообще. Мне казалось, говорю, хуже никого нету. И не было даже, мне такое было понимание почему-то. А почему? Потому что то, что я видел, вкратце скажу, что видел свою жизнь, она была настолько плохой. Вот, по-человечески, ничего плохого не сделал я. Ну, не убил там, никого там не... То есть, везде в школе хвалили, дома хвалили, как бы на хорошем счету все нормально. Знаете, не привлекался, характер энергический. Преданное дело, как бы, в досье этого бормана помещения, кого-нибудь там еще. Но знаете ли, что интересно? В глазах Бога было все по-другому совершенно. В глазах Бога, потому что я видел его глаза, глаза Божьи, и видел вот между Ним, Богом и мною, вот это там, как бы, на невидимом таком телевизоре, вот моя эта жизнь. И моя жизнь была плохая. Потому что я жил только для себя самого. А Он не такой. Он не эгоист. В Нем нет этого. И я очень просил прощения, конечно. Я не знал, что Бог есть. Но вот я узнал, что Он есть. Я увидел Его. Второе, что я не знал, что Бог может прощать, но интуитивно просто, как, знаете, догадался, что Он может простить, как бы, наверное. Потому что я бы просил прощения у Него. Очень сильно просил прощения. Тем более, Он такой любящий. Там нельзя не просить прощения просто. Я бы просто просил прощения. И знаете ли, что я увидел? Я увидел картину потрясающую. Это спустя много лет я нашел в Библии подтверждение тому, что я увидел. Представляете? Там, как бы, невидимая рука. Я не вижу ее, но она, как бы, существует. Она, как бы, удаляет, стирает вот эти эпизоды с экрана. И, при том, так удаляет, настолько удаляет. На компьютере удаляешь, а он тебя спрашивает, удалить да или нет. И то в корзину там. Потом опять, да, ты уверен точно? Уже надоел. Все, удаляет. Значит, знаете ли, а там рука удаляла так, что без остатка. Вот спроси Бога, такое ощущение, что спроси Бога, вот после этого, буквально, спустя минуту, спроси. А помнишь, вот это было? О чем ты вообще? То есть, как бы, настолько удаляет, что Бог, я не знаю, как это происходит, но он удаляет все это. И оказалось, когда я стал изучать еврейский текст, оригинальный в Библии, я узнал такую вещь. Оказывается, слово покаяние, прощение, да, покаяние, он имеет очень много, десятки значений на русском языке, современном. И первое значение, это удаление. Удаление, стирание, прощение, удаление. Удивительно. То есть, Бог удаляет, Бог стирает, вытирает. Кстати, есть такой перевод, значит, одного из раввинов, перевод Торы, где так написано, рукой невидимый стирает. Я когда прочитал в этом переводе на русский, я был в шоке. Просто, не надо же было. Я это видел. Вот, я это видел. Реально невидимая рука стирала, удаляла все это. Удивительно. Потрясающе. А вот, знаете, для меня это было просто открылением таким. И скажу, что было много чудес других, разных в жизни. Но первая с ним, вот эта встреча, она незабываема. Сколько тебе лет сейчас? Каждый вопрос себе задай. Сколько лет прошло твоей жизни сейчас? Сколько бы тебя не было, к Богу никогда не поздно прийти? Никогда. Христу все возрасты покорны. Это правда. На самом деле, все возрасты. В 13 лет, ты скажешь, ну это подросток. Слушайте, в 13 лет у меня была такая мысль, были такие мысли. Почему я раньше не знал, что Бог есть? Почему я, если бы я раньше, думаю, вот, понимаете, у меня было сожаление о том, что я раньше не узнал о нем ничего. Сегодня я по-хорошему завидую своим детям. У меня шестеро детей, у меня три мальчика, три девочки. Слава Богу. Родили шестерых. Не все, что на Китай смотреть, знаете ли. И Бог благоставляет детей. Неверующие, правда, когда говорят шестеро детей, я скажу, о, мои соболезнования. Но верующие знают это благословение от Бога. И, знаете ли, детям, конечно, важно не переборщить, знаете ли, не затянуть болты, как бы, и не давить благодать. А вот, значит, но подсказывать, мы имеем полное обоснование, оправдание и даже, наоборот, наставление Божие. Подсказывать путь Господний, да, указывать нам. Мы можем рассказать о Боге. Я люблю эту историю своего покаяния детям рассказывать. Я своим ее уже раз-то рассказал, наверное. По их же просьбе. Первый раз по своей инициативе, а потом они все время просили. Папа, расскажи еще раз, как ты умирал. Думать это так просто. Вот, ну, как бы, дети, мама понимает, может, как, что-то, умирать, это не очень приятно. Но приятный момент сам, это был момент, как раз, именно, вот, все-таки, то, что Бог есть, я узнал, что Бог есть. Я им говорил, детям с вами говорил, что, я когда был маленьким, нам не говорили с братом, что Бог есть. Нам говорили, наоборот, в школе, что Бога нет вообще. Но я с ним познакомился. Я знаю, он очень хороший. Мне очень нравится, как американцы говорят, God is good, Бог хороший, Он добрый. Бог благий, Бог всякчас, в моему сердце. Бог благий. А есть хорошая песня такая, я ее недавно слышал как раз в записи. И, знаете, друзья мои, братья и сестры, скажу, что много других есть встреч, но первая, самая незабываемая. У меня с женой было тоже так. Скажу, что вот мы 21 год вместе, совместной жизнью, 21 год. Значит, и когда мы познакомились, мы познакомились в храме, я читал пел на клевосе, там, значит, я вообще посвятил себя служению тогда уже, на всю. Значит, она тоже читала, пела иногда, иногда. А так помогала монашкам, ну, была церковная такой, религиозной девушкой. Они с мамой там постоянно были при храме. Я думал, они сестры вообще-то. У меня теща такая, что хоть под Венецию. Знаете, такая молодая такая очень. Ну, как бы, ну, знаете ли, есть разные породы, да, вот, и вот есть такие, что вот такая, что очень молодая. Вот, и интересно, значит, думал, две сестрички. Но у меня на матчу сразу запало сердце, слава Богу. Не ошибся. Вот, и, и знаете ли, и у меня как-то сразу было так, не знаю, как, вот, пришел, увидел, победил, как бы. Не знаю, у меня такое было понимание почему-то, что вот мое, просто мое, вот, по умолчанию, как бы, просто мое. Она не соглашалась с этим первых полгода. А потом убедилась, что точно я ее. Я ее, и как бы, и ничей другой, и вообще ее только. И, знаете ли, вот, удивительно, годы проходят, но то, что было, вот, в самом начале, это помнится всегда, да. У нас отец Юрий Провкин, он, вот, сегодня был тоже у нас на служении, он сам с Крыма, поселок Октябрьское, там у нас небольшая церковь, как раз, это возле Симферополя. И он приезжает в Киев на служение иногда, и вот, он отметил в прошлом году золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни. Брат уже немолодой, но, слава Богу, вообще, знаете, вот, мы с ним общались тоже на эту тему, он говорит, вот, 50 лет вместе, знакомый с женой где-то 52-53 года где-то, в общей сложности, знает ее хорошо, и вот, вот, до сих пор, ну, помните, говорю, отец Юрий, вот, ваше первое свидание, ваше, как вы увидели впервые, конечно, помню. Конечно, помню. И, знаете ли, и сегодня в своей бабушке он видит ту самую девчонку, которую увидел тогда. Знаете ли, удивительно, да? И скажу, что наши отношения с Богом, они, ну, в годы разные укладываются, и у кого-то больше, у кого-то меньше этих лет общения с ним, но, сколько бы не было лет этих общений, есть самая первая встреча, которая самая незабываемая, и вот это, как художники говорят, импрессию, впечатление надо сохранить до конца. Я, кстати, художник по своей светской, доцерковной специальности, и вот эта импрессия очень важна, впечатление. Можно потом заработаться над деталями и потерять вот это первое впечатление, первое ахата, и картина не удастся. Поэтому даже прорабатывая детальки картины, важно всегда донести вот это первое импрессию, впечатление. Есть даже движение такое, да, течение импрессионизма. Ну, это очень впечатлительные люди, конечно. Я больше реалист, но вот это первое впечатление надо сохранять всегда. И у нас был хороший художник, хороший учитель был по рисунку, по живописи, 4 года он вел у нас в училище живописи, рисунок и в нашей группе. И знаете ли, когда бывало, что зарабатываешь, уже много часов над одной картиной работаешь, он говорит, все, оставь, хватит мазать, его выражение такое было. Иди, погуляй, делай что угодно, но верни вот это первое, вот это, свежий взгляд. Есть разные, у художников разные секреты свои, всякие. Некоторыми могу поделиться, допустим, ну, самое традиционное, перевернуть картину просто. Просто перевернуть. И просто посмотреть, вот, перевернув в состояние и по-новому ее как бы увидеть. Ототип подальше, как можно дальше, издалека. Ну, не всегда работает. Позвать кого-то, кому доверяешь. Потом с ним поспорить и вернуть импрессию. Просто погулять, просто подышать свежим воздухом, в конце концов. Знаете ли, вот, пусть наши отношения с Богом никогда не будут пошлыми. Никогда не станут обыденными. И никогда не станут, знаете ли, вот такими приевшимися. Помните, как Маяковский говорил, да, слова у нас, да, самое важное будет. Он там говорил, влечает как платье. Мы порой затаскиваем многие термины, многие слова, и в них не вкладываем уже того смысла, который изначально в них есть. И еврейский народ смог, не называя имени Бога, о нем больше сказать, чем многие остальные народы вообще. Удивительно. Пусть Бог, Он напомнит сегодня нам эту любовь свою. Пусть Он коснется нашего сердца сейчас. И пусть Его любовь, она в нас всегда будет. И эмоционально, и умственно, и душевно, и всячески вообще. Пусть это будет в нашей жизни. Знаете ли, один брат, он уже ушел в вечность уже. Много лет послужил он Господу. Давид Вилкерсон в Нью-Йорке был пастором в церкви. Удивительный. Я у них был один раз на служение там, в Нью-Йорке. Я был потрясен. Там много наций, много народов вместе. В перемешку, и специально так в перемешку ставили. Сейчас, наверное, тоже ставят. Они Бога проставляют. И черные, белые, желтые, всякие народы. И знаете ли, что интересно? Вот Давид еще в 72-м или 3-м, не помню, году, он видел откровение. Ему было откровение, он видел видение. И он видел удивительную картину. Я доверяю этому откровению. Оно проверено уже временем. И многие вещи исполнились из этого откровения. Но вот это, конечно, не исполнилось. Часть. О восхищении церкви. Слышали, наверное, да? Многие в это верят. Кто-то не верит. Я не знаю. Я в это верю. Потому что это в Писании есть. В Средине Господа на воздухе. И я хочу попасть. И когда мы с женой общаемся на эту тему, мы тоже оба хотим не совлечься, но облечься в небесное наше жилище. Чтобы смертное было поглощено жизнью. На сие самый создал нас Бог, вообще-то. Для вечной жизни. Не для смерти, не для разложения. Знаете ли, и хочется трансформироваться так вот просто в его образ сразу. Перейти в другое измерение. Как ни говорить, как ни называть, это прекрасно вообще. Хочется. Вот в прошлом году нашумевший фильм такой. На русском его еще нет, к сожалению, пока этого фильма. Но даже моего слабого английского было вот так вот. Чтобы понять, о чем идет речь в этом фильме. Называется «Иерусалим. Обратный отчет». «Иерусалим. Обратный отчет». По книге Джона Хейгги, кто может знает, русскоязычные христиане мало знают этого автора, к сожалению. Джон Хейгги, это, ну, потрясающий человек. Это, ну, я не хочу хвалить, но его здесь нет, так можно и похвалиться как бы, да, за глаза. Значит, так вот, это, на мой взгляд, это один из самых лучших баптистов вообще в истории. Значит, ну, Джон Буньян, безусловно, что там, там, Билли Грэм, там, такие баптистские братья такие прекрасные. Но вот Джон Хейгги, на мой взгляд, один из лучших самых баптистских братьев. Я люблю баптистов, у меня много друзей баптистов. И вот этот Джон Хейгги, он пастор баптистской церкви в Техасе много лет. И он написал много книг, ставших бестселлерами христианскими, и не только христианскими. По его книгам снимались фильмы в 70-е. Кто может помнит эти фильмы, они, правда, в таком немного тупом переводе на русском языке, но я не находил хорошего перевода, к сожалению. Значит, Игрянул гром, Однажды, как вор ночи, вот эти фильмы христианские, старые фильмы 70-х, еще конца 60-х, начало 70-х. Вот эти фильмы сняты по его книгам, которые, ну, одноименные его романы христианские. На русском их нет, к сожалению, этих романов, опять-таки, только на английском языке. Вот, значит, и, ну, это потрясающие книги. И одна из его книг, ставшим бестселлером на эти годы, эта книга называется «Иерусалим. Обратный отсчет». Потрясающая вещь. Знаете ли, ну, многие христианские авторы признают, что вот из, ну, скажу так, художественной христианской литературы, ну, одна из самых лучших вообще, за все, что было написано вообще, ну, в христианстве. Потрясающая вещь. Значит, и как раз о последних временах. И фильм, вот этот, был экранизацией вот этого романа. «Иерусалим. Обратный отсчет». О втором пришествии Иисуса Христа, проще говоря. О восхищении церкви. О том, как это происходило. Ну, будет происходить для нас, да. Но как это, в Библии написано, это все. Это есть. Как это все происходит, значит, и это потрясающе, конечно. Время прихода тьмы антихриста, значит, и вот, и когда церковь восхищена на облаках, встретение Господа на воздухе. Потрясающий эпизод, конечно, шикарный. Снял вообще при малом бюджете, просто с огромными эффектами. Там многие богатые бюджеты, такие большие ленты могут позавидовать даже таким, как бы, съемкам. Так вот, и скажу, что, значит, то есть, не хуже по уровню 2019, многомиллионного, такого богатого фильма, значит, сняли христиане. Ну, в целом. Больше половины команды это христиане были, по крайней мере. Так вот, и что я скажу. Я верю, что Господь скоро глядет. И я хочу быть в числе тех, кто будет с Христом на облаках. И вот брат Давид, он видел такую картину, что люди, не только с его деноминацией, не только 50-ники, поднимались, встретили Господа на воздухе. И он обратил внимание в этом видении, что это были христиане с разных церквей, но у них было что-то общее. Они влюблялись в Иисуса Христа. Они любили Иисуса. У кого чего были, про то и говорит вообще. У них только Иисус был на устах, и в уме, и в сердце. И они влюблялись в Него. В некоторых он видел поднимающихся в сердечении к Господу с не очень правильной теологией даже. И из церквей очень сомнительных, ну как бы с богословской точки зрения. Но они очень любили Иисуса Христа. Они просто любили Его от всего сердца. И Бог поднимал их на небо. И среди оставленных он видел многих братьев, которых знал, которые были с правильной теологией в голове. Но они не любили Иисуса. Или же остыли, или даже не имели любви, оказывается. И знаете ли, удивительно. Но для оставленных, для тех, кто из королевца поднимется, это хорошо. Все хорошо будет. Знаете ли, но для тех, кто останется, для оставшихся, для оставленных, еще говорят, есть хорошая новость. Для вас есть хорошая новость какая? Что у вас будет много работы. Будет возможность у тех, кто останется, я вообще-то говорю как бы к тем, но возможно я останусь, но мне не хочется оставаться. Я очень хочу сразу на небо. Очень хочу сразу. И как бы минуя. Тем более я уже умирал. Уже я знаю, что это такое умирать. И честно говоря, не хочется повторять это. Очень не хочется. Значит, и потому что умирать нехорошо. Это противоестественно. Это, честно говоря, просто мое впечатление. Это неестественно. Это не для нас, в общем, не для людей. Знаете ли, кстати, даже безбожники, даже атеисты это признают сегодня. И вообще, по большому счету, даже атеисты, даже безбожники все равно, если возле гроба матери, да, он все равно будет плакать. Хотя, если он безбожник, ну что, ну, как лампочка один говорит, перегорела, выбрось себе все. Нет, друзья. Любой, даже неверующий, понимает, что это ненормальное что-то. В этом что-то неестественное есть в этой смерти вообще. Знаете ли, а болезнь? Болезнь, в этом тоже что-то есть неестественное вообще. И люди, даже неверующие, они понимают, что заболел, но хочется исцелиться. Нужна медицина, там что-то еще. И Иисус, Он исцелил больных. Он исцел, Он очищал прокаженных, Он воскрешал мертвых, Он показывал, какой есть Бог и какое Его царство. Жизнь, а не смерть. Иисус Христос принес жизнь, друзья мои. И те, кто останутся, есть одна только надежда. Доверять Богу. Доверять Богу и говорить о Христе, о Его любви. Дух Святой идет, но Он останется. Как было до времени благодати. До времени благодати, а мы читали сегодня из Луки, да? Слышали? Дух Святой был на нем. Как? До благодати? Да, до благодати. Много, десятки примеров могу из Библии прочесть вам. Как Дух Святой до времени благодати посещал эту планету. Наносил точечные удары, давая покаяние, пророчество. И после восхищения благодати, после того, как удерживающий будет взят, Дух Святой, он также будет уже не в каких-то масштабах, безусловно. Но наносить точечные удары. Точечные удары. Ты будешь говорить, допустим, какому-то человеку уже, который уже там уже продается в сатане, и говоришь ему, слушай, ты в ад пойдешь. Есть Иисус Христос, Он Спаситель, Он с тебя пролез в свою кровь. Ты что, из сектантов, что ли, из этих? И вдруг раз, Дух Святой, хух, сходит. И вот, а, точно, что-то есть. Слушай, хотя сектанты, но ты говоришь очень здоровые вещи. Вот как бы, и человек задумается, как бы, и покаяться. Дух Святой раз, коснется. Коснется. Ты будешь за кого-то молиться, и Он исцелится. И для него будет это сведенство. То есть, Дух Святой, Он не в таких объемах, как сейчас, но Он будет наносить точечные удары такие. Через своих слуг, слава Иисусу. Друзья мои, поэтому это очень важно. Некоторым, может быть, даже любящим Иисуса, может быть, мое предположение. Бог позволит остаться для особой работы здесь. Особой работы. Некоторым, может быть, пророком, служителем своих. Для особой миссии даже. Слава Иисусу, друзья мои. Слава Богу. Отец, благодарю Тебя за все. Бог мой, сущий на небесах, благодарю Тебя за этот вечер. За моих братьев и сестер. За благодать Твою, которую Ты нам дал. Господь, Боже, только чтобы никто не решился благодать Твоей, Господь. Господь, Боже, только чтобы никто не охладел в любви к Тебе, Господь. Боже, благостави нас сохранить верность Тебе до конца, Господь. Не озираться, не быть неблагонадежными, но быть благонадежными для Царства Твоего, Господь. Исполнить Твою волю, Боже, благостави нас, Господь, верующих. Во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, нашего Спасителя и Господа. Во имя Твоей любви и нашей любви. Аминь. Друзья мои, и вот в конце хочу немного о происшествии Третьего года. У нас время уже совсем не остается. Но я вкратце скажу, друзья. Что было тогда в Третьем году? Мы проезжали мимо вашего города женой. И тогда пятеро детей у нас было тогда. Я был за рулем. У нас был такой УАЗик. Такой Russian Jeep такой. И хорошая была машина, кстати. Бог благоставил. Говорят, он козел, козел, значит. Он был послушный. Вот так вот. И знаете ли что? И мы проезжали мимо вашего города. И вот не доезжая к Кролевца. Вот там вот это место Лапшин называется. Вот там это все произошло. Вкратце скажу, что удар был серьезный. Я того парня больше не видел, кстати, с того времени. Я говорю, мне интересно. Мне уже этот вопрос задавали. А ты знаешь его? Я даже не знаю, где он теперь. Что он? Надеюсь, он верующий. Надеюсь, это происшествие повлияет. Это столкновение с батюшкой. Повлияет на его судьбу все-таки. В хорошую сторону. И знаете ли, я что видел. Я тебе расскажу. За что купил, за то продал, что называется. Вот мальчик был без признаков жизни. Я подбегал, просто вопил к Богу. Не за упокой молился я. Я за упокой не молюсь уже с 96-го года, кстати. Я завтра расскажу, почему я это делаю. Осознанно, сознательно это не делаю. Я молюсь только лишь за здравие, за живых людей. На основании Слова Божьего. Я потом объясню завтра. Так вот, и я молился не за упокой, а молился за здравие. Просто вопил к Богу просто. И он стал подниматься. Я был в шоке. Знаете, вот просто ну как. Ну ладно, думаю, может мне это показалось. Может это был обморок просто у него, а не смерть. Я же не врач, я же не специалист. Не могу там как бы заключение сделать. Хотя я имел много дела с телами мертвыми. Ну, по долгу своей службы как бы, да? Как священник православный. Традиционный, допустим, я много в свое время хранил тело. И тело без духа написано мертво. Поэтому мне казалось, что он мертвый. А потом думаю, а вдруг это показалось лишь? А вдруг это был обморок лишь? Ладно. Но, кстати, эти гоичники, которые приехали, ваши кролевецкие, вот этот и тот самый капитан Сергей Шкура, они меня убеждали потом, что это было летальное свод-таки. Потому что они посмотрели место происшествия, машину, мою, ботацикл, не подлежащий восстановлению. Ну, они сами ребята там где-то что-то конструировали, видимо. И, значит, место ДТП посмотрели, и этот Сергей Шкура прямо говорит, ну точно, это летальный исход, не может быть, чтобы он выжил. А я им сказал, этим рационерам, что его повезли не в морг, а в реанимацию. Не может быть в какую реанимацию. Значит, хотя врач скорой помощи, я вот забыл, как его звали уже. Как? Увижу, вспомню. Надо будет наведаться вашу эту больницу. Значит, и, знаете ли, и врач... Там несколько было даже врачей задействовано в этой истории. Очень интересная история. Знаете ли, врач скорой помощи, он сказал такую фразу, когда мальчика погружали в эту скорую помощь, хотя она такая скорая помощь, что, как бы, скажу, это ни хай, ни помощь даже. Никакая не скорая она была. Я думал, только у заборного такое бывает, знаете, что из медикаментов они носилки. Оказывается, такое бывает и в реальной жизни, не только в юмористах. Я вот сталкивался с таким... Пусть Бог простит, кто здесь разворовал всю медицину эту. Потому что, на самом деле, ну, как бы, это... Ну, очевидный факт, вот, как бы, что у врача даже он бы хотел что-то сделать. Ничего нету. Ни зеленки, ничего вообще. А не носилки, и все. Не бинтов там вообще. Ну, шаром покатит. И машина такая, написано, скорая медицинская помощь. Она, это, ну, УАЗик Буханка. Она очень тихая. Какая скорая? Ну, ладно. Ну, это вопрос другой уже, конечно. Ну, хотя, плох тот салат, который не хочет быть генералом, да? Плох тот УАЗик, который не хочет стать, допустим, Мерседесом там. Ладно, может, они такие верующие, поверьте. Не, хотя, с другой стороны, все-таки отдать должное. Приехали быстро. Кстати, да. А там какая-то кафешка, не кафешка, что-то есть такое. И там позвонили оттуда уже. И приехали довольно-таки быстро. Значит, и врач сказал, что, ну, вряд ли он выживет. Вот последнее, что, с чем он забирал мальчика этого. А было следующее. У него в голове такая дырка была. Кости разошлись, и там за костями до мякоть вот это клокотало, значит, в голове. Ну, жутковатая история, честно говоря, знаете. И когда мальчик увезли, я остался на месте, ждал милицию. Долго их ждал. Они не торопились, видимо. Они приехали позже, поздно уже. Но они посмотрели место происшествия, все, оставалось как есть. И, ну, точно, батюшка летальный исход. А я в подряснике таком черном был. И, знаете, ну, ладно, мы поехали в Крылевец, значит, и уже у следователя в кабинете, здесь вот, в Крылевце, вот такое было у меня, значит, общение. Ну, с моих слов было записано, что все произошло, это как. А я подписался, жду там, что мне дальше сказать. Я сам был немного так в стрессе, знаете, в таком, первый раз в жизни в таком передряде вообще. И на мне кровь человека. И, ну, слава Богу, что он поднялся. Я думал, я тогда, знаете, о чем думал? Думаю, слава Богу, думаю, хоть там поломанный, но живой. Я не верю, что он умрет. Ну, не его день, по крайней мере, точно. Не может быть, что он сейчас, что, опять умрет? Нет, он будет живой. Думаю, какой-никакой, но живой будет. Хоть там с поломанной башкой, но живой будет. И знаете, что интересно произошло? Пока я там сижу у следователя в кабинете, значит, вот здесь у вас в Крылевце, значит, что заходит этот врач скорой помощи, он зашел туда, прям, к следователю. И он с ним беседует, а я смотрю и наблюдаю разговоры. И он говорит, что это чертовщина какая-то, не может быть такого. Но он, врач, сказал, что это не была массовая галлюцинация, это не приснилось. Ну, как бы он как-то так объяснил, что это не был сон. Это все было в явь, на самом деле. Что мы видели, что вот голова была вскрыта, значит, там, да, значит, как переспела арбуз, значит, допустим, там, лопнула там, сзади. Вот, а как она могла срастись за 10 минут, 15 минут, допустим, невероятно. Срослась его голова, и кожа заросла. Все, то есть, когда ему кровь смыли, не нашли ничегошеньки. Голова, как будто, не ломалась никогда. А хирург не видел места ДТП, он видел мальчика, которого к нам привезли уже. Но хирург был очень просто, ну, как сказать, удивлен, так мягко говоря. Почему? Кстати, врачи были не эмоциональные. А вот младший медперсонал, санитарки, медсестры были ваши очень эмоциональные женщины. Сарафанной ради, я вспомнил такое выражение. Они там растрезвонили, там, по корпусалке, кто-то побежали, значит, там, чтобы батюшка наехал там на мальчика с того, как сгустя вода вообще. Вот. И знаете ли, что интересно? Вот хирург видел мальчика, привезенного с ДТП, там, следы крови, значит, там, и, значит, куртка показывала, что были удары по тему, да? Значит, но, сняв куртку, его разделили только в больнице. Его не раздевали там в машине, разделили только в больнице. Когда разделили в больнице, под курткой все чисто. Ни синяков. То есть, внешний осмотр произвел большое впечатление на врача. Потом, врач скорой помощи сказал такую вещь. Осмотрев все тело, они нашли только лишь один, даже не синяк, это, говорит, шлепок. Не больше, это шлепок под ягодицей. Шлепок. Все. Больше ничего. Знаете, как будто папа ему шлепнул, не катайся, а то не потолбачит. Отпоет и дорого не возьмет. Вот. И знаете ли, что интересно? Я, значит, наблюдаю все это. Я сам был, честно говоря, не думать, что такой, как бы, прям, челотворец там, сильный верующий. Вот. Знаете ли, я сам был похож на такого, на одного еврея, который говорил однажды Иисусу. Верю, Господи, помоги мы ему, не верю. Они быстрее в это все поверили. Эти милиционеры, там, значит, там все. Следователь, я не знаю, как его звать, я уже забыл, но молодой парень, и он прямо, это, знаете, въезжает туда. Наверное, я не меньше глупо выглядел, просто я себя не видел со стороны просто, и все. И врач сказал, это еще не все. А этот, значит, следователь, знаете, таким потухающим голосом, я вот запомнил такую фразу, а что еще? И как бы, и так уже много всего сказано, как бы, ну, уже слишком фантастично, как бы, да? Это как это записать чудо? Как это записать вообще? Ну, ладно. Значит, врач сказал, что вообще-то нет следов перелома вообще. Делали снимки. Потом, кстати, сделали повторно. В тот же, уже вечером, уже к вечеру сделали повторно все там. Просмотрели его. Оказалось, и повторно все было подтверждено. Что и в первом варианте. Что все кости целы. А почему первую партию забраковали, он пояснил потом. Я с хирургом не беседовал, но вот этот врач пояснил, почему хирург забраковал первую партию. Оказывается, он этого мальчика узнал. Он мальчика узнал. И еще, что интересно, мальчик адекватно отвечает на все вопросы. Он сказал, значит, что там они сбежали с уроков, значит, там и как бы, откуда там еще, там нельзя. С разных сел у них был договор такой, оказывается. Это была пятница. Они с разных сел в одно село съезжались. На мотоциклах, там, на чем могут, и катались потом. То есть, у них был план уже. Все. И поэтому, значит, как бы, ну ладно, удивительно. Хирург узнал, что этот мальчик был у них, оказывается, с переломом когда-то. И он объяснил, что как бы хорошо не зажило у него с первого раза все, он уже гонял на мотоцикле снова, ходил в школу, все нормально было, да? С первого раза зажило. Но врач объяснил, что на снимках обязательно должен быть след от старого перелома. Обязательно. Не может быть, чтобы заросло без следов. Бесследно. Но, факт, бесследно. Значит, и то есть не только новые следы исчезли, новые раны исчезли, да? Исцепилось. Но даже след от старой раны исчез куда-то. Вот это они не могли никак объяснить уже просто. И была не ошибка, потому что, ладно бы там хирург ошибся, допустим, не тот мальчик, да? Нет, тот. Потому что он подтверждал, да, я лежал, да, был перелом, вы меня лечили, все, значит, все, значит, гексовали. То есть все было уздано, доподлинно. И поэтому повторно все делали, повторно все подтверждено было, что мальчик цел, целеханек. Потом, знаете ли, я сам недумевал, честно говоря, к чему бы это. Вот я когда вышел с кабинета следователя уже там, там в коридоре, там один милиционер стоял, просто, знаете, как будто потерявшийся в супермаркете, какой-то мальчик. Вот взрослый человек, просто растерянность, ну как вот, они видели все это место происшествия, мотоцикл не поддержал восстановления, а мальчика очень быстро все восстановилось. Вообще удивительно. И, ладно, это еще не все. Кстати, мы съехали, там, значит, я пытался избежать удара, но не смог избежать удара. Но пытаясь избежать, я съехал с трассы. И, кстати, слава Богу, что именно в этом месте, не дальше, и мы могли бы повыкнуться хорошо, а здесь мы съехали хорошо. И безопасно, то есть, но я упал на руль, и хоть бы что, знаете, не было подушки безопасности в УАЗиках, они не предусмотрены абсолютно, это не Лексус вам. Знаете ли, но вот ничего, ни синяка абсолютно, то есть все чисто у меня было. Потом, правда, у жены была проблема, она колено немного повредила, но, слава Богу, ни перелома ничего, просто, значит, ушиб был, сильный ушиб. Но полгода была больна, значит, и лечили, и терапия была, значит, сложная такая, дорогая, значит, только была проблема. У детей были синяки, ссадины, но ничего серьезного, слава Богу. Но первые ночи после этого засыпали все охоли-ахоли, значит, днем-то они бегают, как бы, не замечают, а на ночь уже, как бы, все это, все болячки эти. И вот, значит, и, а с того мальчика, как с гуся вода, действительно, хоть бы что вообще, целых целехонек, представляете? Вот это да. Ну ладно, это еще не все, друзья, это еще не все. Врач сказал, тогда такую фразу, я запомнил тоже ее почему-то, врач сказал, что мы оставим мальчика все-таки на ночь, можно что проявиться. Светлатель вернул мне документы, вообще там, и вообще, меня провожали, вышли какие-то милиционеры, как будто с Верховной Рады приехал. Вот это да. Значит, ну, честно говоря, мне, сейчас я думаю, я бы сейчас там, может, какую-то речь сказал, значит, там, вот, значит, может, к покаянию это призвал, бодили, не милиться домой. Ну, тогда, честно говоря, я вдруг, ну, сам в стрессе. И, в общем-то, сел в машину и поехал обратно в Киев. Вот, и, когда я ехал обратно в Киев, то, значит, знаете ли, я слышу голос. Знаете, я нормальный человек, я не слышу голосов, сразу говорю. Значит, не лечился, не привлекался и прочее. Вот, значит, и, хотя, я верю, я знаю из Писания, что Бог говорит, да? И в моей жизни были моменты, когда я понимал, что Бог говорит. Но это были, как будто, мои мысли. Это был тихий голос, который я понимал, что это Бог говорит. Несколько раз в моей жизни было такое до того. Но, в тот день, это был громкий голос, как будто в машине резко включили громкую музыку. Самое интересное, на будущий день, когда мы с женой общались на эту тему, в субботу уже днем, уже в Киеве, все дома, то, знаете ли, что интересно я узнал? Что, оказывается, жена ничего не слышала. А я был на все столбе ждем, что она слышит то же самое. Потому что это было настолько громко, ему там не услышать просто нельзя было. А, оказывается, только лишь я один слышал. Хотя вместе были в машине. Жена не спала. Она была, ну, и меня еще немного подбаливала, поддерживала. Потому что я, ну, немного в стрессе. Даже у вас здесь, не знаю, как сейчас работают. Я работаю, даже негде было остановиться, даже здесь вообще. Даже гостиница закрыта, вообще-то кошмар, думаю. Что за, ну, простите, ну, дыра как бы. Потому что, значит, шиномонтаж написано закрытым. Все ушли на фронт, ощущение такое. Знаете ли, вечер, и все вымерло. Тиха украинская дочь. И, то есть, как бы, пора, думаю, надо ехать обратно в Киев, думаю. Тем более, я по ходову переживал, значит, и у меня и стекло было побито. И, значит, мы там на пенечек наткнулись небольшой. То есть, пора домой, надо домой. Там уже в гараже, думаю, посмотрим, что с машиной дальше. И, знаете, что интересно, слышу голос, громкий голос, говорил одно и то же мне три раза. Три раза это был один и тот же вопрос. Знаете, самое интересное, у меня куча вопросов, а он на все мои вопросы, мне чтобы ответить, он задает вопрос этот голос мне. И я понимаю, как бы, само собой, как-то у меня было разумеющееся, что это был Бог. Хотя там не было сказано так, говорит Господь, или что-то еще в этом роде. Но я понимал, что это Бог говорит. И громкий голос говорил следующее. Ты это видел, только громко очень, это не передать просто. Я не мог ничего ответить абсолютно. Я каждый раз говорил примерно одно и то же, что говорит, да, Господи. И все. Я не мог ничего ему сказать. Мне бы самому кто-то ответил бы на вопросы эти. Что же я видел? И, знаете ли, так вот, три раза голос говорил то же самое. А третий раз, когда вопрос прозвучал опять, вот ты это видел, тот же самый голос так же громко сказал, ну, с небольшой паузой чуть-чуть, следующий сказал, вот так будет и с церковью. И все. И больше ничего не слышал я. Знаете ли, самое интересное, вот, когда это все услышал я, хоу, вообще вот вся эта история, все это происшествие этого дня, да, весь этот стресс этого дня, я вообще увидел совсем по-другому. И, оказывается, я руками подумал реформацию. Завтра и послезавтра я собираюсь говорить о реформации, я собираюсь говорить о задачах современной реформации в православии и вообще в христианстве, о возвращении к нашей, к основам вероучения христианского, и к нашей первой любви к Иисусу. И, знаете ли, друзья мои, о некоторых елесях заблуждений, которые пришли в жизнь церкви, от того как можно быстрее избавляться нам, чтобы быть чистыми пред Господом. И, знаете ли, что интересно, скажу, что, оказывается, я потрогал своими руками эту реформацию, и я не знаю, о чем там дальше шла речь, может быть, как бы, дело в том, что не было дальше объяснений никакого. Но я почему-то подумал, что это идет речь о православной церкви. А может, это речь идет о нашей поместной церкви, может быть, это вообще христианство, я не знаю. Вот, но что слышал, то слышал. Но дальше было удивительное. Когда я ехал дальше, до самых, знаете, поворотом кипти, да? Вот до самых этих кипти, значит, местописание, вспоминалось первая часть местописания. Я это местописание сотни раз читал, проповедовал много раз на это местописание. Это 11 глава Иоанна, 25 стих. Я есмь воскресенье. Представляете, десятки раз одно и то же вспоминается. Это не был голос, это не было громко, это не было, даже, скажу, это просто мои мысли на этом местописании, которое навязчиво вспоминалось. Один и тот же текст. Я есмь воскресенье. Десятки раз одно и то же. А потом уже ближе к кипти, вот это вот. Я есмь воскресенье и жизнь. Я есмь воскресенье и жизнь. Навязчиво вспоминалось одно и то же мне. А потом, когда кипти повернул уже, и по трассе уже пошел на Киев. Вот дальше. Знаете, самое интересное, мысль навязчиво одно и то же вспоминается из Писания. Чуть отличается лишь от синодального перевода. Вот так вот вспоминалось. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. И до самого Киева. Это, ну, все-таки надо ехать, какой-то промежуток времени, да? Значит, это еще не то, что я, тем более, и не гнал уже никак, абсолютно. Значит, ехал очень так, умеренно, целонудренно. Вот, и все это время одно и то же, я есмь воскресенье и жизнь. И вот у нас у нас вот эта концовка эта потрясающая, от самого Кипти до самого Киева. Значит, что и верующий в меня, даже если умрет, оживет. И только когда проехал уже, там, ну, ехал в город уже, в Киев сам, да? То уже это прекратилось все. Уже по Киеву ехал, уже ничего не вспоминалось абсолютно. Как бы вообще, просто. Вот, удивительно. Знаете, друзья мои, я скажу, что вот местописание это, пусть оно будет финалом сегодняшнего такого вечера, и увертюра к завтрашнему как раз, вот именно семинару, начало семинара, что наш Господь Иисус Христос, Он есть воскресенье, Он есть жизнь. Когда мы говорим воскресенье, мы подразумеваем Иисус. Когда говорим Иисус, подразумеваем воскресенье. Когда говорим жизнь, подразумеваем Иисус. Когда говорим Иисус, подразумеваем воскресенье и жизнь. Жизнь с избытком. Друзья мои, у нашего Господа много есть разных имен, потрясающие имена. Каждое имя что-то по-новому в нем показывает нам, да? И вот звучали тексты, да, из Ветхого Завета сегодня тоже, призывом о пожертвовании, да, допустим. И, знаете ли, удивительно, конечно, вот Господь, Он на самом деле, Он сверх того, о чем мы просим или помышляем, Он дает больше намного. И одно из его имен, которое вспомнилось как раз, когда паса читала о сосцах, да, это то, что Бог Ель-Шадай, Ель-Шадай буквально многогрудный, то есть у него изобилие такое для нас, да, питание, что нам это все не выпить вообще и не съесть никогда, в обеке просто. У него столько много всего, то есть он сверх избытка. Кстати, Ель-Шадай еще имеет такой корень, не очень хороший, как вор, значит, буквально как вор. Но вор, имелось в виду там хороший вор, то есть который грабит, но грабит награбленное. Экспроприирует экспроприаторов, который, как Робин Гуд, ну как бы вот он забирает у богатого, дает бедным. Вот такой вор имеется в виду. То есть, как бы, Ель-Шадай это еще вот тот вор, который восстанавливает справедливость, как бы, вот таким образом, похищает награбленное, возвращает награбленное, можно так перевести еще. Представляете, много разных имен, и все открывают какую-то грань боги, да, и вот, но потрясающе, что Иисус сказал, я есть им воскресенье, он есть воскресенье, он есть жизнь. Слава Богу. Друзья, я рад очень, что даже в советское время, безбожное время, но раз в неделю, во всех календарях, во всему Советскому Союзу, люди читали имя нашего Господа Иисуса Христа. Написано было, воскресенье. Просто люди не знали, что такое воскресенье, кто воскрес, зачем воскрес. Но верующие знали, это имя нашего Господа Иисуса Христа. Одно из его имен нашего Спасителя, воскресенье. Второе его имя, не менее потрясающее. Жизнь. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, воскресенье и достигли познания истины. Жизнь. Аминь. Давайте встанем, помолимся, друзья, братья и сестры. Если кто-то из присутствующих, выслушав сегодня многое, хочет покаяться, добро пожаловать. Вы можете прямо сейчас обратиться к Богу со славой покаяния. Если кто-то хочет свою жизнь отдать Иисусу Христу, посвятить свою жизнь Богу, полюбить Его всем сердцем, вы можете прямо сейчас выйти сюда. Если вы ни разу не каялись в своих грехах, вы можете прямо сейчас выйти на молитву покаяния. И мы помолимся вместе с вами, и за вас помолимся. Не стесняйтесь, пожалуйста. Вопрос себе задайте. Или же вы каялись уже, но оступились. У вас есть прекрасная возможность сегодня вернуться в Дом Отца. Пусть Господь благословит. Если кто-то хочет помолиться, вы можете выйти прямо сейчас. Почему? Потому что, почему важно еще выйти, поясню. Потому что и сам Иисус сказал так, что кто пред людьми меня исповедует, того и я буду исповедую пред Отцом, пред ангелами. Важно каяться, важно каяться пред Богом, да. Но важно иметь это переживание однажды. Среди верующих. Возможно, среди неверующих также. Я знаю одного человека, который покаялся впервые, среди неверующих. Даже, скажем так, враждебно настроенных людей. Но ему это было чревато даже смертью. Он был мусульманином, и он покаялся в большом собрании мусульманском. Исповедовал Иисуса Христа своим Господом. Его чуть не убили. Его спасли друзья, товарищи. Ему дали там сколько-то дней на пересмотр его слов, на покаяние, как бы возвращение. И после этого закон его религии прежней, его страны, вынес ему смертный приговор. Но его спасли. Он живой до сих пор. Он живет в Америке, гражданин США сейчас. Он евангелист, чернокожий, франкоговорящий один брат. Потрясающий брат. Бог коснулся в его сердце. Он был целый год тайным христианином, читая Новый Завет на своем родном французском языке. Целый год размышлял. Ходил в мечей, религиозный человек. Но он размышлял о том, кто такой Иисус Христос. И когда спикер, это было большое собрание, большая конференция, он говорил что-то плохо о христианах. И там была как бы хула, он услышал это. В нем вдруг ожило местописание, которое он читал из Нового Завета, которое достал так тайком. А там слова Иисуса Христа какие были. В нем заговорили, что кто при любви меня исповедует, того и я исповеду пред отцом пред ангелами. И он попросил слово, ему дали возможность сказать, приветствие какое-то, думали, он скажет. А он сказал, что, вы знаете, что Иисус Христос, он мой Спаситель, он мой Бог, он мой Господь. Его чуть не убили там. Его спасли друзья, вытащили его просто буквально, от рук их взяли. Я скажу, что сегодня, слава Богу, здесь не враги, есть друзья. Те, кто верит в Иисуса Христа. И вас не убьют за то, чтобы выйти сюда. Но вы можете выйти и свою веру исповедовать среди верующих. Что Иисус Христос, ваш Господь, Бог и Спаситель. Если вы не имеете этого переживания, прямо сейчас выходите сюда. Помолимся. Не стесняйтесь. Нет, я скажу так, не стесняйтесь. Здесь не место для стеснения. Церковь это не то место совсем. Здесь нужно делать и каяться. Каяться именно. Выходите. Вот я пишу, стесняйтесь нам, девушка. Выходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Да. Нет, пусть это будет не под нажимом, не от хотения мужа, но от Бога. Поэтому ваше сердце сами посмотрите сейчас. Если вы хотите Бога познать, можете сказать, я завтра выйду. Хорошо, завтра, но лучше сегодня все-таки. Бог Святой, я благодарю Тебя за всех присутствующих. И Ты видишь сердца наши. Ты видишь, Господь, в каком мы положении сейчас при Тобое. Я прошу Тебя, Господь, те, кто еще не знает Твоей любви, Божия, пусть познают Тебя. Пожалуйста, приди, Господь, сейчас этим вечером. Это ночью предстоящей. Во сне или наяву, я не знаю как, но просто соверши это чудо. Давайте вместе скажем такие слова. Все вместе, давайте скажем такие слова. Иисус Христос. Я люблю Тебя. Спасибо Тебя. Спасибо. За Твою любовь. За твою любовь. За кровь святую. Ты пролил ее за нас. Ты пролил ее за нас. Думая обо мне вечно. И о всех нас. Иисус Христос. Ты Господь мой. Ты Царь мой. Ты Бог мой. Ты моя судьба. Спасибо. Спасибо, Господь. Боже всемогущий, я прошу Тебя, Господь, за всех присутствующих. Боже, распусти нас миром сейчас. Пусть Твой шалом, Твой мир будет в наших сердцах. Завтра, прошу Тебя, собери нас, Господь, вместе на семинар. И послезавтра. Бог, усмотри это время, Господь. Даже те, кто будут на рабочих местах и будет сложно вырваться, может быть. Бог, усмотри все необходимое, чтобы без опоздания и вовремя люди могли прийти к Господь. Могли получить максимум полезности. Просто в короткое время семинара. Боже, во имя Иисуса Христа. Благостови нас, Господь. Боже, мы дорожим временем, потому что время короткое, не лукавое. Боже, потому что у нас не так много времени, чтобы разбрасываться. Но мы приходим, Господь, не просто отбыть время. Мы приходим, Господь, это время отдать Тебе, Господь. И мы знаем, что об этом времени, отданном Тебе, мы никогда не пожалеем вообще. Спасибо, Господь. Благостови нас, пожалуйста, во имя Иисуса Христа, во имя Твоей любви. Я хочу благословить вас сейчас стихами благословения из Библии, благословения Аронова. Я спою его на жизнь каждого из вас и на крыльевец. В этом городе, я верю, Бог хочет многих спасти. Да, благословить Тебя, Господь, и сохранить Тебя. Да, призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да, обратит Господь лицом Своим на Тебя, и даст Тебе мир. Своим на Тебя, Господь, и даст Тебя, и даст Тебя, и даст Тебя. Иисадунай, Господь, Господь, Иисадунай, Господь, 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 иисусу, иисусу Христа, Мессии. Бог наш, Отец наш, Бог Аврама, Исаака, Якова, патриархов и пророков, царей и учителей Бог Святой, во имя Иисуса, Сына Своего, благостави нас сейчас, распусти с миром И пусть каждый из нас, уходя отсюда с этого собрания, Боже, по Твоей шахину, по Твоим покровам пребудет Господь Пусть Твой мир будет в наших домах, Боже, благостави Господь всех нас, собравшихся, Боже, наших жен, детей, наших мужей, внуков, родителей, Бог, наших ближних и дальних, о ком мы молимся, Господь Благостави Господь своим миром, своим шаломом, во имя Иисуса, Аминь, 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 Слава Иисусу